всем привет сегодня влог у нас амстердамовский ну как амстердамовский понять ездил вчера в амстердам с командой своих говорится коллег по работе ездить все потусить сразу что хочу сказать амстердам это one love без разговоров без обсуждения слышал такое да многие говорят классный город супер город это не просто супер город это пока один из лучших городов я был в разных городах абсолютно в разных столицах больших стран и вене и в праге и в будапеште и в братиславе и варшаве и в таллине и в берлине и норвегии в осло но больше всего мне понравился амстердам это свобода это делай все что хочешь абсолютно все что хочешь но конечно не создавать проблем другим не обижать других все то есть ну все увидите сами на моем туристическом канале будет большое видео возможно несколько частей сделаю не знаю посмотрим очень интересно было очень круто съездить все вот это вот то что у нас нельзя там это все можно и все это работает и люди живут счастливы и отлично это удивительно не знаю почему наши правители примеру не перенимают такой опыт у других стран в частности амстердама можно сделать было бы отличное отличные места в общем но это ладно про амстердаме все рассказал просто что магазин еще зашел кстати голландский и купил попробовать конечно же колбасу конечно же потому что побывать в другой страной не купить той еды но это странно страна то аграрная вот интересно попробовать ее вкус такая колбаска стоила на по моему 250 по моему 250 сейчас биоказ в общем здесь смотреть бесполезно потому что здесь потом скидки то есть скидка потом вырисовывается не сразу настоящая цена как здесь германия сначала старая цена а потом скидка вот то есть я купил раз два три четыре пять упаковок чаев и скидка мне с них 228 евро то есть они были на акции только все это потом подытоживается но я набрал разных пять штук так вот колбаса по моему два с половиной чаечки купила такие пиквик тут и тропические фрукты и дыня и все такое потому что в германии я пиквика не видел а пиквик я обожаю с детства просто с далекого детства это супер чаи у них супер такой вот фруктовый тут говорю разные черешни и дыня и манго и тропические фрукты вот такой чаек минти марокко то есть какая-то мятная марокканская корица что-то такое в общем это вот такой чаек помните упаковочки ничего не меняется то есть офигенно как как в прошлом далеком прошлом так и сейчас все осталось еще одна упаковка чая это дач я так понимаю что это черный датский черный датский чаек тоже попробую тоже конечно же пиквик потом такой пиквик это green tea здесь манго жасмин струбери лемонграсс скрэнбери и с кокосом конечно же с кокосиком вот тоже купил и еще купил пятую упаковку это ройбас манго с персиком тоже от пиквика но там получается грубо сказать по простому евро 50 а то и евро 30 что-то запачку но это это вообще дешево это супер это отлично и конечно побывать в голландии не купить сыр наверное это грех я его купил потому что наверное голландские сыры самые лучшие на счету будут у меня плохо себя чувствует если честно так смотрю жестенький становится но сейчас пойдем попьем чайку с маслом с тостером который вы уже видели у меня на канале сделаю с тостером намажу маслицем сыра сверху с чайком черным пиквик ну че еще надо правильно не ну надо пиво много пиво моим коллегами не знаю я не могу это пить это ну это не моя тема я не знаю это вообще ну как говорится у каждого вкусы разные кто отгадает что я еще купил в амстердаме вот просто сейчас вот подумай что я купил амстердаме человек который меня хорошо знает наверно догадался сейчас я это достану просто мне интересно угадаешь нет конечно же я купил их ну как без них писташки гезаутен это видимо но там голландский язык сложно вообще другой язык никакой там не похоже на английский немецкий нет все свое 200 граммовая пачка 200 стоит два с половиной евро то есть это это круто тоже это дешево в амстердаме вставляете да ну попробуем эти фисташки какое качество интересно у них в магазине мы кстати в таком этом были дн дн своя какая-то сеть это супер что своя не литл немецкий не какой-то aldi а именно своя это важно была своя продукция все свое единственное что можно было бы конечно купить еще чего-то другого но магазин завален завален полностью всякими продуктами на еще купил кое-что чипсы натуральные 250 грамм 1 евро чипс его тоже фирма дн видите стоит стоит это натуральные просто солью берлиум это зоне блаули видимо жарено с подсолнечным маслом подсолнечным маслом за 1 евро 250 грамм это вот так все что касается вчерашней поездки сегодня влог еще вечерний общий за день будет или нет я не знаю потому что но ничего в принципе сегодня не произойдет я видосы все что пофоткал все поскидываю в комп чтобы если еще войдет компа что материала много получилось снималась все и улица конечно красных фонарей и это 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 какой-то чувак пришел бомж но мы сидим все сидят грузные поникшие я просто чукнул эй чувак просто так я не думал что он поймет по-русски бас поворачивается и к нам подходит в круг думаю ну все капец я такой спрятался ну типа такой нячем и кричал а в итоге мы с ним затусили он нас повел в магазин вот это мы все купили просто никто ничего не знал где находится ну он бомж живет на улице спит в парке то есть ну это такой тоже образ жизни своеобразный и он бы очень многого рассказал но не было как-то с ним времени сконтактится на волна его номер телефона взять то все но я так понимаю в амстердаме это вообще нормально ты найдешь в следующий раз людей и без проблем там все общаются все пацаны до китаянок начали ну скажи им познакомиться хочу ну скажи им где она живет ну спроси ее имя я спрашиваю имя на щаусюн чоу юрты запомнил русину я и запомнил но шуру спрашивать люди живете не год глазга щакру глазга глазга и сэкэпитал of country шотланд я говорит я вроде шотландии ты чо вообще с глазга приехали потусить в амстере в общем такие тоже знакомители юморные ну и все чё там еще там много все увидите у видео туристическое а мы вчера поздно приехали завалились спать кто завалился толщу дальше пошел где-то тут тусить не знаю и сегодня у нас отдых это отлично если сегодня на работу это было бы нечто ну как бы я выспался на такой еще сон и просто немножко сбой сдвиг по сну получился ну и ходили много конечно ходили то очень много потому что назад вообще шли три с половиной километра все уже идут даже вообще сколько можно ну еще километр еще километр ты же варил километр полтора километра вас будут назад а что ты хочешь в общем юмор такой нормально вообще все было нормально в город я влюбился по хоть почувствовать этой свободы понюхать ее осизать ее мне кажется и осизаешь а как на улице тепло это не передать никакими словами мы от нас выехали солнце лето я был вот так вот в маечке в маечке а туда приезжаем к амстердаму пасмурно я оооо думаю как в париже народ дожди будет всякая фигня ничего толком не потусим не погуляем фигушки было просто пасмурно но тепло шикарно то есть такая погода суперская это вообще и может так совпало конечно совпало не знаю я рассказываю про свои ощущения как я был первый раз в амстере как мне все это получилось а назад шли на машину пол двенадцатого ночи уже где-то было тепло вообще я шел в кофте такой надел чтобы не нести в рюкзаке а потом я ее снял чтобы почувствовать тепло амстердама вот так вот голыми руками это супер везде все тусят полиция ездит на великах то есть могут подъехать сказать там какой-то нигер что-то мешал говорят пиво с водкой или что такого нельзя особо нельзя распивать алкогольный идти по улице но все пьют смотрю но полиция но просто вообще никого не трогает какой-то чувак перешел в неположенном месте то ли чем сделал я не понял она с ним поговорила полицейская ед и все и пошла дальше другие два негра стояли чуть-таки стаял растафаны раста мальчики такие полиция два полицейские два негра и он такой чик с полицией попрощались попрощались и пошли как будто это твои друзья вы думаю вообще тут охренели и можно подумать что какая-то коррупция друзья нет у них такое отношение к людям вот этот человек это твой друг он нарушил что-то где-то ну ладно я поговорю с ним объясню ему что так не делай это плохо следующий раз можем тебе что-нибудь применить наверное плохое скажут а и люди исправляются и всем все нормально там нет такого скорее хватать куда-то волочить то вообще всем все пофиг ты можешь просто лечь вот здесь вот посредине площади и держать книжку читать я уверен тебе ничего не сделают это вообще это юмор кстати бомжей очень мало ну мы многое прошли только видел одного вообще их мало я не знаю я думал везде будет как в париже они просто спят на картонках везде ну короче очень много впечатлений но я еще толком не выспался постараюсь все это сделать в видео туристическом наверно ссылку я оставлю под этим видео ну наверное все хватит хватит что-то говорить я пойду поем наверное еще посплю видосик я сейчас загружу он тут тут у ютубчик чик и все будет нормалек но вам чё всем пока до желаю свободы тоже свободы почувствовать себя свободным просто свободным что ты живешь короче в амстердаме вот побываешь и понимаешь что ты живешь кстати пойду ка я подумаю на эту тему а вам всем пока хороших выходных